В транскрите моделей фразеологизмов или моделей славообразовательных моделей, которые являются очень-очень продуктивными и очень распространенными. Это субъект, некто или нечто, и дальше он каким-то образом идет, движется или каким-то образом перемещается. Это любые формы в любом времени от глаголов гам, я и сры и так далее. Гатчаты, яты и так далее, праяты, адыгатчаты, абигатчаты и так далее в любом из времен. Или от глагольных имен, как, например, здесь могут быть гатага или ятага, праятага, адыгатага. Да, то есть от глагольные прилагательные, то есть при части, очень часто бывают. И вот некто или нечто, скажем так, некто идет, двигается или пошел, отправился куда-то к икс, к некоему икс, который обычно в форме твам или таа, твам или таа, то есть твам или там в акузативе. Либо это может быть без абстрактного суффикса, без этого суффикса, без этих суффиксов таддиты, просто форма таддиты. Да, в общем, это немножко сложное, наверное, сформулировал, но некий субъект идет к икс, к иксу в абстрактной или обычной форме. Означает, что субъект становится вот этим самым икс, чем-то, да, этим иксом. Например, Дейвадатта отправился к пятерице элементов, то есть это значит Дейвадатта умер. Это не значит, что Дейвадатта, вот он не просто отправился к пятерице элементов, то есть разложился. То есть он вот как в фильмах ужасов прямо вот распался на эти пять элементов, там рассыпался прахом и так далее. Нет, просто вот некто, да, пусть там будет Дейвадатта, это довольно часто встречается, между прочим, в Панчатантре и Хитопадейше. Ну, то есть, наверное, не с вами, кроме, с большинством, наверное, нет. Не читали уже, я не знаю, есть кто-то среди вас, с которым год назад читали? А, ну да, кто-то еще остался с тех самых достославных времен. Да, в любом случае, вот некто отправился к пятерице элементов, то есть некто умирает, умер. Рассмотрим пример из Ромаины 3, 13, 6. Я взял, ну, опять же, собственно, вот это наше издание Параба, Бомбей, 1888 года. Она содержит три подобных выражения, мне она поэтому очень показалась очень интересной. Собственно, говорит некий аскет, говорит некий аскет, Рыщи, 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 Рыщи. Давление не очень хорошо соображал, как же этого Рыщи звали. Важаемый случай, вот тот, кому, которому попросился, некоторое время у которого попросился пожить Раму со своими спутниками, с Ситой и с Лакшманом. Он вот говорит следующее. Йошитах, если взять это отдельными, вот, значит, отдельными, разбить на отдельные выражения. Йошитах, шатах раданам, лулат вам, анугатчанты. Вот та же самая нам известная, вот, только что описанная модель словообразование, женщины, анугатчанты, следуют за или идут к, приближаются к, к чему? К лулат вам. Лула, значит, подвижный, непостоянный. Лулат вам, подвижность, непостоянность, идут к подвижности, приближаются к подвижности или непостоянству, игривости. Шатах радана. Сотен или сотни озер или прудов. То есть, ну, опять же, это еще слишком такой дословный период. Женщины стремятся к непостоянству сотен озер. И вот если мы дадим подобного рода перевод, то, конечно, это будет еще, ну, плохой, хотя и правильный, но все же плохой перевод, потому что что значит стремятся к непостоянству? Они не стремятся к непостоянству. То есть, это фразеологизм. Его следует понимать, как женщинам свойственно непостоянство сотен озер. Ну, сотнями озер нам приходится жить, да, такое необычное выражение. Сотни озер. Ну, видимо, что имеется в виду, какой образ озера, храда, храдам, храдани, или пруды, они в Индии, ну, в зависимости от времени года, следует понимать, что они иногда высыхают, или пересыхают довольно сильно, иногда они полны водой. Вот, то есть, вот постоянно меняется уровень воды. Так и, иными словами, женщинам свойственно непостоянство сотен озер, или женщины изменчивы, как сотни озер, или сотни озер, или пруды. Здесь уже на выбор, да. Да, агасте, да, агасте. Рыщи агасте это говорит. Да. Старый мизантроп. Да, где это прилога женщины? Ну, говорит, сита лишена этих вот, всех подобных и прочих ошибок. Да, следующее выражение. Женщины следуют или приближаются к остроте мечей. То есть, женщины бывают остры, как меч. Костроте, да, шастрана. Ой, не шастрана, я прошу прощения, конечно, шастрана, с кратким. Проху прощения. Это я. Это называется трубитом. Моноса трубитом. Немножечко. Желтый можно автоматически. Шастран. Думаю, и шастран. Конечно, шастрана. Шастран. Желтый маркер можно вадить. Да, где, вот, а, вот, наверное, да, вот можно. Шастрана. Угу. Да, тыкшна там, она, гатчанты. То есть, женщины бывают остры, как меч, приближаются к остроте мечей. Ну, по всей видимости, я бы добавил острый язык, как меч. Да.